МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Министерстве по податках и сборах расслумачили, как будут вертать сбор на финансование державных выдатков. Громадяне, которые выплатили его за 2015 и 2016 годы, отримали право на вертание выплаченого сбору. Для этого есть полные умовы. Например, досягнение агульно установленного пенсийного взрослого. Другая подстава для вертания грошей – признание человека непрацездольным або инвалидом. Причим незалежно от группы, причины, даты наступления и термину инвалидности. Альбо, кали у гэтым годзе грамадянин удельничал у финансовании державных расходов. Если гражданин желает какие-то документы предоставить самостоятельно, он вправе их предоставить. Если налоговой инспекции необходимо получить какую-то информацию от организации, на которую будет гражданин ссылаться и в своем заявлении показывать, что он работал в 2017 году, даже если он работал один, два, три дня, срок не оговорен, написано, что он принимал участие в финансировании государственных расходов, налоговая инспекция делает самостоятельные запросы. Как вернули сбор, треба написать заяву. Уласна, тип раз представника при наявности доверенности. Сродки вернуть в залежности от пожадания грамадянина наявными грошима альбо переведуть на банковский рахунок. Термин администрационной процедуры – месяц дня подачи заявы. Гомель – лидер будовництва приватного жилья Украине. Управнание с иншими областными центрами тут размещены самые буйные площадки, выделенные под приватную забудовлю. Пять новых районов – Химы, Романовичи, Хутор, Червоный Маяк и 15-й микрорайон – з'явились у опошней агады у Новобеллицы. У агульной колькости тут знаходятся калядь 4 650 участков. Больше з них выделено людям, які мают позашарговое право на поляпшение жильевых умов. А частку реализуют празаукционы. Об развитии приватной забудовли – наступный сюжет. У Химах под приватное будовництво выделено каля 130 участков. Забудова тут ведется 7 годов. На сёняшний день заселено прикладно 100 коттеджев. Будовництво остатних так самоходка будет завершена. Помимо многоэтажной жилой застройки в Новобеллицком районе очень развито, активно ведётся строительство индивидуальных жилых домов, то есть домов коттеджного типа. На сегодняшний день по площади водимого жилья, конечно, преимущество даётся всё-таки индивидуальному сектору. Запоставить жилья многоквартирного у нас в районе частного индивидуального сектора намного больше, в разы. Калехи мы – самый невеликий по колькастю участка у район, то Романовича – найбуйнейшая приватная забудова Гомеля. Дарейши выделение этой территории под узвядение индивидуального жиля вывела город у лидеры по таким способе будовництва и сярод інших областных центров. У трёх чергах Романовича у Амальтры с половой тысячи участков. Першая участка завершена. Зараз коммуникации проводятся у другой. Каб забеспечит ЖХРУ основными, спотребится каля 60 миллионов рублей. Романовича-2 – это у нас самый крупный участок. В единозастройке 1400 участков у нас находится. Если так сравнивать, то Романовича-2, по-моему, на 3700 человек проживающих. Это примерно как маленькие райцентры Гомельской области. Романовича нас сегодня в виду представляет, но разбит на 8 секторов. Четыре сектора у нас введены, то есть они введены по сети водопровод, канализация, газоснабжение выполнены. Сейчас ведутся работы по сектору Ж. Работы планируются в октябре месяце. Опять же, это будут, скажем, сети минимальной инфраструктуры. То есть это будет водопровод, канализация, газоснабжение, электроснабжение. Стреться дорог не рассматривается. Когда в 2018 году финансование будет выделено на узровне этого года, работы по прокладке коммуникации другой час Романовичу завершить. И можно будет проступать до третьей чарги. В ближайшие годы все выделенные под приватную забудовлю площадь новобеллицы будут заселены. Але это не значит, что район перестанет расти. Уже зараз пропрацовывается питание о пошуку новых территорий. Марина Джалая, Анастасия Кучинская, Явген Макеенко. Отелерадио «Кампанія Гомель». До речи про перспективы развития новобеллицкого района Гомеля пойдет размова завтра у программе «Деалог». Гостем студии станет керавник администрации района Сергей Казачок. Программа выйдет у эфира на телеканале «Беларусь-4» у 19.01.20 хвилин. Свои питания вы можете адресовать гостю студии по номеру телефона промога эфира у Гомеля 77, 68, 45. Проционный семестр у разгары. Договоры на процеду латкования молоди у Гомельской области заключены с больших ста предприемствами и организациями. Областным штабом сформированы сервисные, будовничные, педагогичные и иншие отрады. Например, с червеня у палацево-парковом ансамбле працует экологичный отрад. На будовле на Белаяц працует 21 боец. На будовнистве детящей больницы у Гомеля – 15. Списы жадающих працов латковаться под шастлетних каникул складают районные комитеты БРСМ. Свои заявки покинули больше 2,5 тысячи молодых людей. Белорусские ВНУ вызначили кошт навучания для студентов первого курса на 2017-2018 навучальный год. Цены для тех, кто поступает на платное отделение, вызначаются, заходячи с выдача на подрыхтоку по конкретной специальности. У Гомельской области самое дорогое навучание у белорусским гандлево-экономичным университете с поживецкой кооперацией. Кошт платной дзённой формы – 1968 белорусских рублев за год. На рубли таней – в университете Мяфранциска Скарыны. У Белдуці студенты за гэты штермен заплатить 1830 рублев. В учебе на самой дорогой специальности у Гомельским филиале Международного университета МИДСО правознавства обидется у 1785 рублев. На 8 рублев менш у Гомельским державным технічным университеті Мя Сухога. А для учебы у Гомельским медис потребуется 1680 рублев год. Самым недорогим став педагогичный университет Мя Шамякина у Мазыры. Кошт навучания складе 1670 рублев. На приканце червеня у Гомельской области зняли заборону на сбор шарницю. Прагнозы для аматоров паласоваться ими несутешальные. По оценце специалистов Министерства лесной господарки Беларуси у раджаих этой ягоды селета не вельми багаты. Два балы с пяти махчимых. У Гомельским спажу Союзе, який займаецца нырыхтога шарниц, означали, что постараются капсалотки адеры лесу присутничали на прилавках гандлёвых кропок в области. До горячей поры у Гомельским райс по желтоварыствию подошли под рыхтованами. Склады и холодильники готовы до приёма продукции от насильництва. Однако пакуль тут ничего не залеживается. Приняли 10 тонн клубниц и всё продали. То же самое и с шарницами и с грыбами. Сезон пакуль только починается, а тому продукции не шмат. И всё, что примают, одразу накировывают у гандаль. Мы в этом году уже заготовили килограмм сорок лисички, наверное, продали тоже на центральном рынке. Но чернику продаём. Перед тем, как пропоновать дары лесу, ягоды цих грыбы, покупникам их проверяют у лабораториях, причём самым дубайным чином. Так что у якости и без специи такой продукции можно быть упэлненным. Дары чи чарницы с перевышением радиоцина кафону – редкость. Грыбы, которые не отповедают санитарным нормам, сустракаются частей. Чернику мы принимаем, контролируем на наличие ЦЗ-137-го. В этом году превышение допустимых норм более 185 бекерелей на килограмм не было обнаружено. Нарыхтолкой займается и Гомельский центральный рынок. Пасля принятая у насильництва продукция, з'является на прилавках подведомостных гандлёвых кропок. Утымли колясные ягоды и грыбы. Контроль якости так сама на узровне. Тут есть своя лаборатория. Да и ценовая политика примальная. Наши продукции в основном процентов 70 мы заготавливаем от населения. Цены умеренные, хочу сказать, разумные. На сегодняшний день цены нет смысла завышать, потому что конкуренция очень большая. Торговый надбавк у нас применяется на ягоды и на грыбы где-то в среднем 10-15%. Это небольшая, невысокая торговая надбавка. Что тычется ценам, по яких примают продукцию у насильництва, то я не залежит от многих факторов – от имлику и от пропановы. Зараз чарницы примают прикладно по 3,5 рубля за килограмм. В уголе организации Аблспожи Усайоза готовы примать от насильництва и фермерских господарок, сельско-господаршую и дикорослую продукцию у любых объемах. В минулом году организации наархтовали 587 тонн чарниц. 440 зих отправили на экспорт. Все лето уроджаи чакается не таки богаты, а тому у приоритете внутренный рынок. Черника в этом году, к сожалению, не уродилась. Основной акцент, конечно, мы хотим сделать на реализацию внутри Республики Беларусь, для того, чтобы граждане Республики Беларусь ее могли свободно приобрести в любом количестве, в том числе и в наших торговых предприятиях и на наших рынках. задачу и мкнуться вырышить наши суседи, на прикладе Тульской в области расскажет Олег Сентюроу. В этом доме Лев Толстой створил свои самые знакомитые творы. Это была очень тяжкая праца. То есть «Войну и мир» он писал 7 лет, а Ганну Каренину 5. Письменник в углу был очень эдукованным человеком, он ведал 15 замежных мов, а в 80-ти годовом взрослой начал выучать еще и японскую, а с иероглифами у него ничего не трималось. Больше, как на 400 гектарах музея садебы, парк с озером и несколько побудов. Правда, дом, у яким народился письменник, не заховался. Лев Толстой у некий период своего життя так и мкнулся стать журналистом, что продал уластный майонток. Когда он был на войне в Севастополе, ему в голову пришла идея издавать военный журнал для простого русского солдата, где бы описывались военные события, но не так лживо и сухо, как в других журналах. Для этого были нужны деньги. Где взять? Толстой принимает решение продать свой дом. Другий дом, у яким проживал письменник, больше степлый. Туристов тут имкнуться притягнуть оригинальными речами, а так само майстер-классами у кузни и велопрагулками. Сучастных технологий в этом музее не убачишь, а вось музей зброи робит ставку, минавито на их. Интерактивные помощники литерально на кожном кроку. Навод, коли экскурсовод нечто не поведомил, можно за все дотримать информацию самостоинно. Экспонаты сбирали май 300 годи, а таму тут заправдышмат цикавого. Новые технологии активно выкористовываются и у тульским Крамли, яких утка значит 500 годи. Эту побудовую называют реликвию агульонационального значения. Сгодно с указом президента России, в 2020 году у Крамли пройдут великие урочистости с историческими реконструкциями, хоть отчете себе углубениста годи можно уже зараз. Самые большие, самые серьезные люди, статусные люди жили именно здесь, в северо-западном участке Кремля. Тульский воеводы, Коломенский Каширский архиерей и так далее и тому подобное. У тульским Крабли туристам не только поведомить об его истории, але подмазуюсь о поведе с применением мультимедиа. Неопочная черга по этой причине, насутность наведомников тут не скарзится. Генша справа, что основная колькость туристов, люди, які знаходятся у командировца, специально приезжать сюды за сотни, а то и тысячи километров, по коль мкнуться немногие. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» Росийская Федерация. Велосуботы вертаюцца. Чарговая масовая катаня на автодорозе «Усходний обыход города Гомеля» отбудется 15 липеня с 14 до 18 годин. На гэты пиры тут будзе закрыты рух для транспорту. Подадзенных даим, таке велопрагулки выходного дня звучайно збираюць каляста удельнікаў. Субота у «Гомелі» у «Вогулі» будзе багатай на масовое мероприемство. На Новобелецким пляже 15 липеня пройдзе День Нептуна. Мероприемство пачнецца у 11 годин. На свята на мотоциклах прыйдуць русалкі. Яны будзе забавляць глядач шоу да з'явлення галунага героя Нептуна, які прыйбудзе со сваёй рачной світай на катары. У «Ладар Мораў» проведзе для дзятей-дарослых жартовные конкурсы. Цвята працягніцца танцавальны аэробіка і паказам колекцій пляжнага і летніг адзеня ад беларускіх дэзайнераў. У «Гомелі» адкрыўся парк юрскага пірээду. Выстава пад такой назваў працой ў карцінной галіреи Гаурыла Вашшэнкі. Тут працтавлены аутарскія работы беларускага мастака аматора Уладзімера Найбіча. «Андэзаур», «Спіназаур», «Эйніазаур» и «Оплацыфал» – гэтабілізарны яшарападобныя жывёлы, які населялі нашу планету ў Мізазойскую эру. Усі дэназауры выраблены ў натуральныю велічыню. Самоунушальны па свых памерах экспанат – 12-метровый тираназаур «Рэкс». І гэта діцяння – да росты дэназаур ў разы больш. Таксама на выставі можна ўбачыць ценафізіса, які лічыцца проткам сучасных страусаў, або птиразаура, яйкі якога ў 2004 годзі былізнойдзіны ў Китаі. Каля кожнага яшара ўстановлены таблічкі з записанням ягу параметраў арэала пасяленя, звычак і смаковых піравах. Для юных на ведвальнікаў экспазіцій падрэхтавана таксама забавляльная праграма. І коротка об надворўе. У регіоні заховываецца аранжавы ўзрові небяспекі. Па інформація обласного гідрометцентра, ў біжэйшіе суткі чакаюцца дажжы і навальніцы. Ветер паўношна заходні – 6-11 метров за секунду. Пры навальніццэх парывы да 15-20 метров. Температура па ветра знізіцца. У ночы будзе да 16-ти, ў дзень ад 15-ти да 20-ти градусаў. На гэтым выпуск завершэны. У студы працавала Марына Джалая. Усёго добрага і до сустрэчы ў эфіры.